Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Сегодня расскажу о подборке книг, связанных с нашим поведением в окружающем мире, то есть о том, как мы ориентируемся в мире, как мы понимаем, где мы находимся. Без GPS, без печатных карт, без каких-то дополнительных ориентиров, как наш мозг может определять наше местоположение. Об этом подборка книг, которую я для вас приготовил. Начну я с новой книги, которая называется «Как мы ориентируемся». Маура О'Коннор, автор. Книгу можно характеризовать так, что она говорит о том, какими способами животные ориентируются в мире. И как это делал человек? Вот все-таки в давние времена в первобытном обществе человек переселялся. Переселение людских групп – это было обычным явлением, и люди умели ориентироваться без помощи сторонней в том, куда, в каком направлении двигаться, каким образом понимать, где ты находишься. Вот об этом книга. Я понимаю, что мы, как биологические существа, конечно, близки и к животным, которые умеют это делать гораздо легче, чем мы современные, потому что мы сейчас, ну, только вот при любом удачном случае пытаемся войти в телефон, найти информацию. Но в то время, когда люди переселялись, заселяли большие территории, новые, неосвоенные, таких возможностей не было. Вот об этом книга и о том, что мы все-таки можем и умеем делать на подсознательном уровне, на интуитивном, на уровне генетическом. Что мы потеряли, каким образом это вернуть и как это правильно использовать. Вот такая замечательная книга «Как мы ориентируемся пространство и время без карты GPS». Я спросил себя, что происходит, когда мы доверяем навигацию гаджету. Даже предыдущее поколение навигационных приборов — компас, хронометр, секстант, радио, радар — требовало от нас внимания к окружающему миру. Поиски ответа привели меня в неожиданные области. Что конкретно делает человек, когда ориентируется на местности? Чем мы отличаемся от птиц, пчел и китов? И почему? Как скорость и удобство технологии повлияли на наше передвижение по миру и на наше представление о своем месте в нем? Поиски материала для этой книги в разных областях человеческой деятельности, от экологии перемещений и психологии до палеоархеологии, от лингвистики и искусственного интеллекта до антропологии, открыли для меня удивительную историю происхождения способностей человека к ориентированию, а также их влияние на эволюцию нашего вида. Об ориентировании во времени, в пространстве также говорит и новая замечательная книга «Окей, мозг, где я?». Еще Дарвин, автор теории об эволюции, сказал о том, что где-то в глубине человеческого мозга есть зона, которая отвечает за наше понимание, где мы находимся в текущий момент. Все сомневались его последователей, не только говорили, что никакой такой особой зоны в голове нет, но тем не менее двое норвежских, не американских, не японских исследователей, которые получили Нобелевскую премию, их зовут Мейбрид Мозер и Эдвард Мозер, они сделали открытие в области физиологии мозга, говоря о том, что действительно мы, как наследники все-таки природы, наследники биологических организмов в целом, часть этого мира составляющая, мы можем ориентироваться действительно благодаря нашим особенностям мозга в пространстве и понимать, где мы находимся. Если, конечно, это не замкнутое пространство, где мы оказались по каким-то странным причинам. Увлекательная книга, написанная легким популярным языком, которая, конечно, расширит наш кругозор, безусловно. Задумывались ли вы, откуда ваш мозг знает, где вы находитесь? Почему ваши воспоминания связаны с какими-то местами? Когда-то еще Чарлз Дарвин сформулировал предположение о том, что в мозге существует отдельная зона, отвечающая за чувства направления. Это предположение долго оставалось недоказанным даже после его смерти. Пока однажды двое норвежских ученых не задались целью ответить на вопрос, почему мы всегда знаем, где находимся? Вообще, в ориентировании в мире у животных есть масса книг, но я выделю все-таки вот такую замечательную книгу. Она не новинка на книжных полках наших магазинов, но тем не менее обращу внимание, книга называется «Супернавигаторы». Автор Дэвид Барри, который рассказал о том, как двигаются киты, как двигаются пчелы, каким образом птицы не теряют курса, когда прилетают на зимовку или возвращаются с нее. То есть вот те самые законы природы, которые заложены в биологических организмах, они как раз вот в этой книге очень актуально прописаны. Ну и, конечно, мы говорим о том, что человек тоже может пользоваться такими встроенными в наш организм ресурсами, однако, к сожалению, развитие в целом цивилизации, оно мешает навигации не только нас, как людей, но и животных. Птицы сбиваются с курса, потому что много света, много разных волн, которые меняют магнитные поля. Соответственно, животные иногда не понимают, куда плывут, бегут, летят. И выброс на берег животных, смена курса и смерть птицы и так далее, это тоже вызвано деятельностью человека. Об этом надо всегда помнить и понимать, что природа очень хрупкая конструкция, которая напрямую зависит от нашей деятельности. Оглянитесь вокруг. Повсюду куда-то движутся животные, крупные и мелкие, люди и прочее. Может быть, они находятся в поисках пищи, может быть, мигрируют, спасаясь от зимнего холода или летней жары, а может, просто возвращаются домой. Некоторые из них совершают кругосветные путешествия, другие попросту бесцельно бродят в окрестностях своего жилья. Но будь то полярная крачка, перелетающая через весь земной шар, или муравей-бегунок, спешащий к своему гнезду с мёртвой мухой в челюстях, всем нужна способность находить дорогу. Это вполне буквально вопрос жизни и смерти. Как находит обратный путь к своему гнезду оса, вылетевшая из него на охоту? Как навозному жуку удаётся катить свой шарик по прямой линии? Какое странное чувство снова приводит морскую черепаху на тот же самый берег, на котором она родилась, чтобы отложить там яйца после путешествия по всему океану? Как находит дорогу домой голубь, которого выпустили в сотнях километров от его голубятни, в месте, в котором он никогда до этого не бывал? А как насчёт коренных народов, которые в некоторых частях света до сих пор совершают долгие и трудные путешествия по суше и по морю, не имея даже карты компасов, не говоря уже о спутниковых навигаторах? Последняя книга в обзоре, которая называется «Освобождение животных» автора Питера Сингера. Он философ, даже больше не биолог, не исследователь животных, но тем не менее ещё в 1975 году он написал вот эту книгу, и впервые она была тогда издана. Тогда её восприняли как некий манифест каких-то гринписовцев, каких-то биологов, революционеров. Тем не менее сейчас книга уже не кажется каким-то революционным трудом. То есть мы действительно понимаем о том, что человек за многие столетия проработил животных. И то, что сейчас происходит в сельском хозяйстве, в частности, об этом большая часть книги, о том, как содержатся животные, которые потом употребляются человеком в пищу, будем говорить прямо, что им нет возможности себя чувствовать там комфортно. То есть всё-таки сейчас нет тех полей, где пасутся вот эти коровы, овцы, козы и так далее. То есть мы ограничили их ареал существования. То есть они все сосредоточены на фермах, каких-то зоокомбинатах с целью, чтобы нарастить, скажем, мышечную массу и потом быть проданными, скажем, в виде мяса. Это не призыв к вегетарианству, это призыв к тому, чтобы мы понимали, что животные тоже чувствуют. И у них есть эмоции, есть радость, есть боль, есть тревога. И если мы, как человек, стоящий выше, потому что умеем разговаривать, умеем делать выводы, умеем принимать какие-то решения, сможем это понять, то я думаю, что, наверное, все мы от этого будем счастливы, поскольку у нас одно место для жизни, у всех один дом – это планета Земля. Написал предисловие к этой книге Юваль Ной Харари, очень известный антрополог, известный своими двумя-тремя книгами, широко популярными в нашей стране. Это не случайно, он проникся этой темой, и тема, конечно же, безусловно, актуальна, как и проблема экологии, проблема сохранения нашего человеческого вида на перспективу 50-100 лет. Эта книга не о домашних питомцах. Ее вряд ли будет приятно читать тем, чья любовь к животным ограничивается поглаживанием кота или кормлением птиц в парке. Она адресована скорее тем людям, которые выступают против любого угнетения и эксплуатации, и которые понимают, что основной моральный принцип равенства применим не только к представителям нашего вида. Само предположение, что интерес к таким проблемам могут проявлять только любители зверушек, показывает полное отсутствие понимания того, что моральные нормы, действующие в отношении людей, должны распространяться и на других животных. Оставляйте свои отзывы, пишите, пожалуйста, комментарии. Буду очень признателен. Книга оставляет очень значимый след. Потом после прочтения задумаешься точно. Спасибо за внимание. С вами был Смирнов Алексей. Ждем в Московском доме книги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok